Дорогие друзья, приветствую вас на Зоне. Я за языки вам хочу рассказать. Надо давно уже брать языка. Понимаете, если говорить про кулинарию, то язык это очень интересный продукт. Мы какие языки с вами едим? Ну, говяжий на первом месте, свиной, бараньи язычки, сначала отваренные, а потом жареные на гриле. Это лучше, чем секс. Ну что, да вот, в общем-то и все, верно. Но есть еще язычки утиные, абсолютный деликатес. И есть язычки, еще язычки трески. Вот сегодня именно я покажу вам языки трески. Это, конечно, не язык. Это, смотрите-ка, по сути, вырезанная нижняя челюсть. Мягкая ее часть, да? Ну, на себе не буду показывать. Но действительно, она захватывает язычок. И особенность вот этих вот объектов в том, что при жарке возникают две консистенции здесь. Одна консистенция желеобразная, сам язычок. И вокруг вот этот мускул идет такое более плотное тресковое мясо. Шикарный продукт. Вот тот, кто хочет, тот его всегда найдет. Я вот его нашел. Рекомендую вам поискать. Потому что, когда знаешь, искать легче. А когда не знаешь про такой продукт, так и не найдешь. Я вам сейчас покажу абсолютно простой рецепт приготовления тресковых язычков. Я вот купил это в Петербурге, во всяком случае, здесь, да? Я думаю, что это мурманский продукт, кстати. Значит, я сейчас начну их жарить в панировке. Вот обычная панировка. Мука, соль, перец, растительное масло. И я сделаю соус. Этот соус подойдет к целому ряду блюд. Это будет домашний майонез с некоторыми добавками. Вот это тоже будет интересно. Я вам должен сказать, что треска вообще очень любит майонез. Всякая треска. Майонезные соусы, да? И не считайте, что майонез это плохо. Я уже там высказывался неоднократно. Майонез это нормальный человеческий продукт. Не ешь его каждый день. Вот и все. Я по традиции панирую, когда у меня какие-то небольшие объекты жарятся, панирую в пакете, чтобы не засирать, да, какие-то миски, там, тарелки и все прочее. Вот у меня полетеновый пакетик. Я сейчас сюда насыплю муку. Язычки вот в этой общей массе посолю. Вот так. И посыплю черным перцем. Я сейчас их перемешаю здесь. И тогда уже буду панировать. Я, вы мне скажете, можно же добавлять соль и перец в муку, в панировку. Я не люблю, признаться, так поступать. Я люблю посолить сам продукт. Все, язычки посолены и поперчены. Теперь я их в пакет. Я сейчас положу половину языков в пакет. Теперь я насыплю сюда немного муки. И буду в пакете панировать прямо. Очень удобно такой, да, американский подход. Значит, маслица у меня греется. Пока греется масло, я начну делать майонез. Я люблю делать майонез из целого яйца, даже не из желтка. Целое яйцо. Чистое должно быть яйцо, вымытое тщательно, чтобы сальмонеллу не поймать. Но, вы знаете, сейчас поймать сальмонеллу очень тяжело, слава богу. Птицы фабрики соблюдают все правила. И поэтому я уже за последние годы ни разу не встречал случаев, чтобы человек от куриных яиц схватил сальмонеллез. Горчичка на одно яйцо. Ну, вот, чайная ложечка. Я сейчас дам еще немножко, за счет того, что на ложке остается немного горчицы. Это обычная русская горчица. Хотите, берите дижонскую. Это не важно. Соль. Я всегда добавляю, помимо соли, еще и сахар. Сахара больше, чем соли. И сейчас я все это потренирую в стаканном блендере. Буду держать на готове растительное масло. Ну, видите, хороший запас такой. Значит, я буду работать вот здесь. Про эти объекты я вам еще расскажу сегодня. про специи. Яйцо, растительное масло, соль, сахар, горчица. Растительного масла здесь еще нет пока. И начинаю теперь сюда лить растительное масло. Сначала меньшей струйки, потом больше. Но струйка не дико тонкая все равно. Больше масла, гуще майонез. Вот достаточно у меня получился уже густой соус. И теперь сюда добавляется кислинка. Я добавлю сегодня сюда гуманный, такой не дико кислый, рисовый уксус чуть-чуть. Можно лимонный сок, можно спиртовой уксус. То есть здесь 4% кислотности. Можно 6, это винные и яблочные 6. Можно 9, обычный наш белый уксус. Кислиночки. И вот теперь я хочу этому соусу придать характер. Значит, треска любит майонез. Я уже вам сказал, но она еще любит и чеснок. У меня есть чесночная приправа. Посмотрите на это лицо. Посмотрите на лицо на этикетке. Это, слава богу, не мое лицо. Это лицо Васи Емельяненко. Знаете вы все его канал, определенно, да. Вот Вася выпустил свою линейку специй под брендом Перо Савы. Это такой ироничный бренд Перо Савы, потому что, когда ты хочешь сказать, что есть какие-то там, вот он добавил какие-то сложные компоненты, еще только Перо Савы не добавил, да. Вот Вася так иронично назвал свою линейку специй, но здесь абсолютно понятные компоненты. Вот это его чесночная приправа. Вася мне сделал подгон, он мне подогнал свои специи. Вот они у меня все в работе, они уже все вскрыты. Во всех специях есть морская соль. И вот это является как раз признаком правильности подхода, потому что ты добавляешь эту смесь специй и доводишь по соли, как тебе надо. И тогда там все вкусы войдут тоже как надо. Потому что Вася сидел и тщательно продумывал все балансы вот этих компонентов. Чесночная приправа, тут есть приправа для птицы, вот приправа, барбекюшная приправа, вот приправа для свинины, вот приправа универсальная, она мне сейчас тоже будет нужна, и вот приправа для курицы. Так вот я чесночную приправу сейчас добавляю сюда. Мне она очень нравится, хороший сбалансированный вкус. Здесь есть рассчитанный правильно сухой чеснок, черный перец, морская соль, потому что все компоненты видны в составе человеческие хорошие специи. Значит, добавляю сюда это. Теперь я дам по характеру приправу общего назначения, потому что здесь уже больше всяких сухих травок, сухих орешков, там тимьян, там и кориандр, паприка сладкая. Да, мне очень хорошо сработает эта концепция. Вот так. И вы знаете, что у Василия в линейке есть еще два острых соуса. Этот называется арония, этот называется сельдерей. Вот этот соус, который более рыжий, здесь есть сельдерей, чеснок, другие компоненты, и в каждом из них есть каролина риппер. Это один из самых острых перцев в мире. Они не дико острые. Я вот, например, влюбился просто в соус арония. Знаете, почему он такой свекольного цвета? Это не свекла. Он сделан на базе черноплодной рябины. Вот никто этого не делает в мире. Так что я сейчас и для цвета, и для аромата, для легкой остринки, потому что треска любит остринку, добавлю еще немножко вот этого соуса. И у меня будет очень забавный соус к треске. Так что, Вася, спасибо тебе. Они у меня скоро кончатся. Имею в виду, я еврей, поэтому готовь еще. Вот смотрите, какой у меня получился красивый домашний майонез. Я, ребята, предвещаю ваши вопросы о том, где взять вот авторские специи и соусы от Василия. Зайдите на сайт gadgetchef.ru Это Василия сайт. Там есть эти продукты. Мы дадим еще ссылочку внизу. А если вы будете покупать по промокоду LASER, это сокращенная моя фамилия и моя кличка, да, вам еще будет скидос. Так что, пожалуйста. Ну что ж, поехали. Я буду переворачивать. Немножко, видите, начинает стягиваться. Ну, потому что здесь есть кожа. Но так и должно быть. Масло должно быть достаточно хорошо налито. Не надо экономить на масле. Это будет прекрасная такая горячая закусочка. Ну, к определенному напитку. Вот я переворачиваю язычки. Они достаточно бывают, ну, высокие, поэтому здесь нужно какое-то время, терпение, чтобы хорошо прожарить. Поэтому температура в сковородке не должна быть очень высокой, чтобы эти объекты были прожарены. Вот у меня готова промокашка. Потому что я буду выкладывать язычки на промокашку. У меня такая сеточка есть для подачи. Эти символизируют фритюрную сетку, да, в которой жарят. Это такой прикол. Можно в чем угодно подавать. Я уж тогда люблю выложить сюда пергамент. Можно его смять. Ну, мы в советское время хорошо умели так сминать газетку. Вот так я выложу. И сюда уже буду выкладывать для подачи язычки, трески, которые сначала полежат на бумаге, чтобы убрать жир. У меня есть вот такой соусник. Понимаете, он такой скошенный, в него удобно макать какой-то продукт. Вот я сейчас свой свежеприготовленный соус, видите, выложу сюда, в этот макательный прибор, пока он постоит, отдохнет. Треска бывает разного размера. Видите, у кого-то это место, вырезаемое из головы, да, из, так сказать, нижней челюсти. Более крупное, у кого-то более мелкое. Я могу уже сейчас, друзья, выложить вторую партию. Мы потом прервемся, вам уже, вы поняли, все, мы поджарим уже, наверное, вне камеры вторую партию. И я просто потом подам уже все вместе. И сейчас будет подача. Если пока попробую, смотрите, что я сделаю. Я сейчас возьму из первой партии вот такой немаленький язычок. Смотрите, что я сейчас сделаю. Вы видите, как мне сейчас будет вкусно, а? Ну что, ваше здоровье. Извините меня, что я один пробую, без вас. Но вы легко сделаете это сами. Просто сами заходят. Вы можете майонез сделать попроще. Можете просто взять майонез готовый. Давай я туда тертого чесноку. Может быть, немножко, там, не знаю, порошка васаби. Ну, это кайфушка. Васильные специи кайфушка. Подаем. Вот такая вот досочка есть. Камешек такой у меня есть. Значит, я сейчас более горячие из второй партии язычки вниз. Вот соус, да, берешь руками прямо. Можно перчатку надеть, как до бургеров перчатку взять, да. Сейчас же модно подавать латексные перчатки к бургеру. Берешь перчатки и ешь. Сейчас, кстати, есть целые рестораны. Концепция, которая заключается в том, что там едят только руками. Только еда, которая удобна, чтобы ее есть руками. Вот вам, ребята, абсолютный деликатес. Язычки трески с домашним соусом. Сегодня с вами был я. Сегодня с вами были язычки трески. Сегодня были соусы и специи от Василия Емельяненко. Вася, спасибо тебе еще раз за подгон. Я жду твои специи и соусы еще, потому что они хорошо очень используются. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что посмотрели. Подписка, лайк, комментарии. Всегда жду вас на зоне. Пока.